Всем привет дорогие друзья, с вами канал Агрополка, меня зовут Антон и сегодня я предлагаю вам окунуться в удивительный и сказочный мир, потому что речь пойдет у нас о настольной игре страшные сказки. Внутри коробки с игрой вы найдете жетоны предметов, огромное количество жетонов победных очков и две колоды карт. Одна из них небольшая и состоит всего из шести карт, это так называемые сюжетные карты и перед началом партии мы случайным образом выбираем одну карту А и одну карту Б, остальные нам не нужны и мы их убираем обратно в коробку. Карты А называются во время игры и будут носить определенные условия непосредственно в сам процесс партии, например на что и каким образом мы сможем потратить заработанные предметы, а карта Б называется в конце игры и вносит дополнительные условия к финальному подсчету очков, например в нашем конкретном случае игрок который накопит три золотых и одну волшебную палочку получит дополнительные 12 победных очков к своему счету. Карты А и карты Б разные и выбирая их случайным образом мы каждый раз будем менять цель, вносить дополнительные условия непосредственно в сам процесс партии, а значит и менять стиль игры в целом, это хорошо влияет на реиграбельность. Осталась основная колода и для начала мы находим в ней карту Ночь и выкладываем ее в центре стола, потому что все сказки всегда начинаются у нас ночью. Далее каждый игрок получает у нас по три карты и можно начинать играть. Ход игрока состоит из трех действий. Первое обязательно это взятие одной дополнительной карты. Второе необязательное, если у игрока есть предметы и он хочет их разыграть, он может их разыграть следуя инструкции на карте А. И третье обязательное действие это розыгрыш одной карты с руки. Прежде чем идти дальше, давайте более подробно рассмотрим непосредственно сами карты. Во-первых, разыгрывая карту, вы автоматически получаете определенное количество победных очков. И это количество указано в левом верхнем углу карты. Это может быть конкретное значение, например 2, а может быть значение, которое зависит от других условий. Во-вторых, каждая карта имеет название, и это тоже важно, потому что некоторые карты могут ссылаться непосредственно на название другой карты. В-третьих, каждая карта совершает определенные действия, например, разыгрывая феи, я получаю 2 победных очка, а также могу взять из запаса 1 меч или 1 волшебную палочку. Что это за действие? Указано коротко под названием карты в виде символов, но запоминать их совершенно не обязательно, потому что все это более подробно описано в текстовой части снизу карты. В-четвертых, каждая карта обладает определенным типом. Например, фея это женщина, а дитя ночи это злодей. Также в игре есть у нас мужчины, есть место и есть вот такие события, для чего это нужно. В самой игре в страшных сказках очень хорошо реализовано взаимодействие карт между собой. Одни карты влияют на другие, могут выводить их из игры, могут за счет других получать большее количество победных очков и так далее. И чтобы получить максимум пользы от разыгранной карты, ее всегда нужно разыгрывать в определенный момент. Например, дракон. У него такое действие. Сбросьте одно разыгранное место и одного разыгранного мужчину. Получите 2 победных очка за каждую сброшенную карту. То есть я, разыгрывая дракона, могу вывести из игры одно место, одного мужчину и получить таким образом 4 победных очка. Если же в игре, например, нет места, то разыгрывая дракона, я смогу вывести из игры только мужчину и получить всего 2 победных очка. И последнее. В пятых, каждая карта разыгрывается в определенное место. Во-первых, это общая игровая зона. И если карта разыгрывается в общую игровую зону, у нее снизу слева вот такое обозначение. То есть фея разыгрывается у нас на общий стол. Разыгрывая ее, я получаю 2 победных очка и могу взять из запаса 1 меч или 1 волшебную палочку. Карта может уходить сразу в сброс из игры. Это у нас вот такой символ. То есть разыгрывая дракона, я совершаю определенные действия, а сам дракон у нас уходит сразу в сброс. И третья карта может лежать непосредственно перед игроком. Тогда на ней снизу слева вот такой символ. Например, Дитя Ночи. Когда я ее разыгрываю, я ее размещаю перед собой. И у нее текст такой. Если сейчас ночь, получите 2 победных очка в конце своего хода. То есть в конце каждого своего хода, если сейчас ночь, я буду получать 2 победных очка. Так, всю эту информацию запомнить очень легко. То, куда разыгрывается карта, сразу видно и понятно. То ли она уходит в сброс, то ли в общую игровую зону. Непосредственно сам тип карты можно определить уже по самой иллюстрации. То есть видно, что это мужчина, а не женщина. А вот это место. Злодей же отличим легко по своему внешнему виду. А сами способности легко и доступно описаны непосредственно на самой карте. Поэтому в процессе игры вы не будете отвлекаться на эти моменты. Вы их легко запомните. Все ваше внимание будет заключено только на том, как наиболее выгодно разыграть карту и получить с этого максимум победных очков. Давайте вернемся к нашим правилам. Итак, в свой ход, во-первых, игрок берет одну карту из колоды. Дальше, если у него есть предметы, он может их разыграть. Например, можно разыграть меч и убить любого злодея в игре. И получить за это одну монетку и одно победное очко. То есть другой игрок может запросто вывести из игры мою злодейку-дитя. Ночи и третья. Каждый ход игрока завершается тем, что он выбирает одну из карт и разыгрывает ее. И так до тех пор, пока не кончится у нас колода карт. Но и в данном случае игра заканчивается не сразу. Она продолжается до тех пор, пока у кого-нибудь на руках не останется карт. Потом, когда ход дойдет до него, а ему уже нечем делать свой ход, игра заканчивается и начинается у нас подсчет победных очков, учитывая все условия, которые написаны на карте B. Тот игрок, который набрал больше всех победных очков и объявляется победителем. Как вы видите, правила у игры не сложные, поэтому мы с ними заканчиваем и переходим к подведению итогов. И первое, что хочется сказать, это то, что игра прекрасно выглядит. Я не буду говорить вам, что она позволяет пережить вам сказку, потому что это не так. Сказка это всего лишь внешнее оформление, Но оформление это просто великолепное. Держать, рассматривать и играть данными картами – это одно удовольствие. И за внешнее оформление, страшным сказкам, я бы поставил большой и жирный плюс. Во-вторых, хочется отметить, что основная механика данной игры заключается во взаимодействии карт с друг другом. И реализована она здесь просто великолепна. Вы не просто разыгрываете карту и получаете за это победные очки. Нужно разыгрывать определенную карту в определенный момент, чтобы получить за это максимум победных очков. Иногда одна разыгранная карта в нужный момент может переломить вообще ход партии в ту или иную сторону. Можно картами влиять на карты своих соперников, можно какими-то картами усиливать свои определенные карты. В общем, реализовано все это здесь, на мой взгляд, отлично. И постоянно приходится планировать и принимать определенные решения, что является также плюсом для настольной игры. В-третьих, хочется отметить отдельно сюжетные карты, которые пусть и не кардинально, но все же меняют определенные условия и цели в игре. И поэтому каждый раз вы действуете по-разному. Все это в целом повышает реиграбельность. И из последних двух плюсов вытекает у нас один минус игры. Это количество карт. Сюжетных всего шесть, а это девять комбинаций. Базовые карты тоже по истечению определенного времени начинают повторяться. И вы запоминаете уже и действуете по заранее отработанным алгоритмам. Хочется большего разнообразия. Но сейчас уже Хобби Волт выпустила у нас дополнение к игре, поэтому данный минус легко поправим. Надеюсь, данное видео, данный обзор был интересен, а самое главное, полезен для вас. Если так, я очень рад. Надеюсь, что на основании моего мнения вы составите свое личное об игре. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и всем счастливо.